С 18 мая люберецкие промышленные предприятия возобновили свою деятельность. Но работа на производственных площадках проходит не так, как прежде. Пандемия коронавируса внесла новые правила для сотрудников. Наша съемочная группа посетила одно из ведущих предприятий округа – фабрику «Пихорский текстиль» и увидела, как проходит рабочий день во время эпидемии. Здравствуйте. Доброе утро, Дмитрий Владимирович. Как вы себя чувствуете? Отлично. Вот так Евгения Широкова встречает всех своих коллег. Сегодня она не только начальник производства, но и стюарт. Ровно в 7 утра она уже на проходной, контролирует, чтобы каждому, кто переступает порог, измеряли температуру. Тут же при входе на предприятие обязательная обработка рук. И только после этих процедур сотрудник может приступать к работе. На этом миссия стюарда не заканчивается. На протяжении всего дня Евгения следит за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Новые обязанности она выполняет параллельно с основными. Такая должность введена сегодня на всех предприятиях. Я еще слежу за тем, как используются дезинфицирующие средства, в каких пропорциях. Каждое утро смотрю достаток вот этих антисептических средств. Слежу, чтобы люди не кучковались, соблюдали дистанцию. Надеюсь, что вот за период пандемии мы никак не упадем по качеству. Это моя главная забота. И забота, чтобы люди сохранили здоровье. У нас вход и выход на фабрику вообще закрыт. Напоминание о новых правилах практически на каждом шагу. В помещениях фабрики дозаторы с дезинфицирующими средствами. На полу разметка социальной дистанции не менее полутора метров. Вход в столовую теперь по строгому графику. Люди, которые на предприятии находятся, они непосредственно доставляются личными транспортами. Исключили возможность общественного транспорта. На заднем плане автомобиль «Газель», который оборудован пирометром, масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. На данный момент на фабрике работает 120 человек. Остальные сотрудники, которые старше 65 лет, на карантине. Здесь организовано все, что рекомендовано и Роспотребнадзором, и требованиями этого стандарта. Очень приятно это видеть. С этой целью в плане консультации здесь и проводили сегодня наш визит. С 18 мая в Люберцах заработало более 1400 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это компании, которые входят в отрасль промышленности и строительства. Новые требования обязаны неукоснительно соблюдать на каждом предприятии. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.